В этом клипе нет ничего такого, чего бы не было в прессе, в радио и в телевидении. Этот клип это сатира вот в стиле журнала «Крокодил». Сатира на происходящее в стране. Высмеивание процедуры передачи власти и видимости борьбы с коррупцией. Этот клип обычная сатирическая шутка. Мне непонятно, почему он произвел такое неизгладимое впечатление на представителей власти. Это обыкновенная шутка. Можно спорить о вкусах, можно спорить об удачности и неудачности этого произведения. Но нельзя говорить о том, что оно носит какой-то злой, деструктивный характер. На мой взгляд, это очень остроумная, веселая шутка, которая носит, так сказать, функцию лекарства. Страна больна. Есть болячки в стране. И лечить ее лучше смехом, нежели горькими пилюлями. И вот это одна из задач была, так сказать, снять какое-то напряжение. Это называется пародия на предвыборный ролик. Это пародия. Но произвело такой шум. Вообще, в первый же день больше 100 тысяч просмотров. И самое главное, что подавляющее большинство людей, они поняли этот ролик совершенно правильно. Они над ним посмеялись и выразили одобрение. Безусловно, 10%, так сказать, в статистическом исчислении, они были против. Мне сегодня позвонил губернатор Александр Сергеевич и попросил разъяснить мою позицию по поводу этого ролика. Я ему разъяснил, что это значит то, что я сейчас сказал. Что это сатира, это шутка. В этом нет ничего злого. Но, правда, он с моей позицией не согласился, так сказать. Но сделал это в очень корректной такой, хотя и твердой форме. Текст песни написал я. Ну, рисовали другие люди. Я рисовать не умею. Но кто рисовал, не скажу. Исполняет компьютер. Сегодня технологии таковы, что и рисует компьютер, и исполняет компьютер. Всех членов Единой России я таковыми не считаю. И в клипе там члены Единой России не указаны. Там нарисована безликая масса. И суть-то такая этого клипа, что показать, что вот среди Единой России есть вот эта масса, которая и считает Россию уже своей. И она нарисована безликой в виде уголовных рож. И там нигде по тексту Единая Россия, кстати, в кавычки не взята. Поэтому, если кто-то будет усматривать там какие-нибудь более серьезные вещи, я скажу сразу, что это абсолютная глупость. Сделано все правильно. Очень весело и очень смешно. В блоге Навального там мои слова от моего имени приведены неверно. Я таких слов не произносил. Значит, наш разговор с ним длился не более минуты. Значит, я просто встретились в вестибюле. Я ему сказал, что есть вот такой ролик, который, значит, если он хочет, может разместить у себя в блоге. Был ролик, говорю, очень смешной. Я говорю, пока мы, так сказать, с ними не разберемся, вот с этими жуликами и ворами, то нам покоя не будет. Ну, вот суть мою сказанную. Ну, несколько раз, может быть, я так сказать, выругался матом, но это совершенно безадресно. Да, а вот этих слов «мочить» и «скотов» я не произносил. Это не мой лексикон, потому что я знаю, что такое «мочить» и что такое «скоты». Здесь идет речь не о мочении и о скотах. В этом ролике идет речь о той ситуации, которая сегодня доведена в стране уже до гротеска, до карикатуры. И все люди это прекрасно знают. И вот поэтому он и сделан в виде такой анимированной карикатуры. Что может квалифицировать любое произведение, как вредное для общества? Мы все знаем. Это призывы к насилию, к межконфессиональной, межнациональной, социальной розни, вмешательство в личную жизнь, пропаганда наркотиков, порнографии и так далее. Ничего из вышеперечисленного в этом ролике нет. Этот ролик, он исполнен добра по отношению к собственной стране. Страна должна видеть и знать и иметь какую-то сопричастность к тому, что происходит. И как любой гражданин, я имею право на шутку. Я имею право на свое мнение. И тем более в любом демократическом обществе, если мы называем сегодня себя таковым, такую карикатуру просто никто бы даже внимания на нее не обратил. Ну шутка да и шутка. Ведь сегодня в интернете печатают западные карикатуры на наших лидеров, которые просто действительно уничижительны. Здесь ничего подобного нет. Здесь совершенно другая цель. Цель высмеять видимость борьбы с коррупцией. Цель высмеять вот эту безликую массу, которая называется сегодня жулики и воры. А кто это? Персонифицировать никто не может. И все боятся персонифицировать. И вот эта безликая масса на экране, она поэтому и показана безликой. Ее нельзя персонифицировать. А что персонажи там похожи на государственных руководителей, так это и есть напоминающие внешне. А суть-то не в этом происходит. Поэтому не вижу ничего для того, чтобы так буйно обсуждать этот ролик во властных структурах. Посмеялись и забыли. И забудут его после выборов. Единственная его беда или радость этого ролика, что он попал именно сегодня в предвыборное время, буквально за неделю до выборов. Ну так и хорошо. Это тоже возможность общества оценить происходящее. Пусть оно оценит. И пусть общество меня подвергнет абструкции, пусть общество меня подвергнет какой-то осмеянию, и так далее. Я приму с удовольствием любое мнение. Но я настаиваю на том, что это хорошее, доброе по отношению к нашей стране карикатура, улыбка над самим собой. Потому что общество, которое способно посмеяться над собой, улыбнуться над собой, оно имеет все шансы продолжать развиваться дальше. Оно способно. Оно жизнеспособно. Не буду называть фамилии, но некоторые люди, так сказать, близкие к власти и находящиеся, в общем-то, в серьезных чинах, предрекли мне серьезные неприятности за этот ролик. Но лично я за собой вины никакой не чувствую. Я ничего преступного, ничего такого порочащего не совершил. И поэтому отказываться от этого ролика я не собираюсь. И считаю это очень таким своевременным произведением, которое на злобу дня. И общество, оно и оценивает состояние внутри себя по каким-то тестам. Вот этот ролик и есть тот самый тест, который вынесен на обсуждение общественности. И вот как общественность отреагирует, и какие слои общества как отреагируют, он и покажет, что в нашем обществе происходит. И вот мне сегодня, да и многим людям, которые смотрели это, становится более понятным, что происходит сегодня. Но я еще раз говорю, что Родина больна. Есть больные места, есть болячки, которые нужно лечить. И когда мне задают вопрос, не боитесь ли вы за свою шкуру, то я хочу сказать, что если Родину любишь, надо любить ее как родную мать. А если родную мать лечишь, о шкуре не надо думать. Я так считаю. Александр Новиков Редактор субтитров